Всем хорошо известно, что ввиду принятых в Республике мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, все строительные работы были приостановлены на некоторое время. Однако, после принятого региональным оперативным штабом решения возобновить выполнение работ по различным программам, связанным со строительством и благоустройством, работы на территории Республики были продолжены со строгим соблюдением противоэпидемиологических требований. В первую очередь в ауле Кашихабль была возобновлена реконструкция памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Объем работ перед подрядной организацией ООО «Термострой» был большой. Реставрация была начата в ноябре 2019 года. Реставрация памятника началась еще в ноябре 2019 года. Наш земляк, замечательный человек, спонсор, который нам помог решить все эти вопросы, вложил свои средства, более 13 миллионов рублей, для того, чтобы облагородить людей, которые погибли в Великой Отечественной войне. И в честь 75-летия была реконструирована вся территория, на которой мы сейчас находимся. Высажено более 900 растений разных сортов, деревьев. Поставлены вот эти вот замечательные красивые фонари. И 9 мая все это будет открыто. И, как и они обещали, в связи с реконструкцией, вечно его не работало. Но с сегодняшнего дня она уже тоже работает. По словам Хазрета Борсова, каждый из работников осуществлял свою деятельность в средствах индивидуальной защиты. Рабочий день у них начинался с измерения температуры сотрудников. Также глава поселения отметил, что в скором времени на территории будут установлены видеокамера и ограждения для воспрепятствования въезда автомобилей на территории памятника. Невозможно не заметить, какие прекрасные изменения претерпел этот значимый для района объект. По сути дела, площадь перед памятником была превращена в зону отдыха. Здесь установлены лавочки, фонари, высажены различные кустарники и уложен зеленый газон. Хочу поблагодарить Берсирова Беслава Мазановича, который внес огромную лифту в благоустройстве нашего памятника, который находится на территории нашего сельского поселения. Огромное ему спасибо. Здоровья, крепкого и удачи. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.